здорово шофера и мы продолжаем играть в омси бас симулятор этого и в этом видео я решил снова потревожить душеньку легендарному автобусу лаз 695 н только на этот раз 1976 года выпуска ровный бег моей судьбы ночь печаль и блеск души Рейс будет по карте Чистогорск, маршрут сотый и получается на моем канале уже было видео на Лазе из пака лазов 695N, поэтому какой-то там небольшой обзор не имеет смысла делать, ну в принципе все то же самое за исключением фар, фары здесь другие от москвича 412, короче от комби, короче от комби фары, вот, ну и небольшие отличия по колхозу, это мы с вами все рассмотрим, в принципе все то же самое, колпачки нужны, не нужны, ну в принципе можно и без них обойтись как-нибудь, это все. Собственно говоря переходим в салон автобуса и смотрим что у нас там внутри, даже с этой двери зайдем. Сразу попадаем за руль, закрываем дверь, потому что за окошком у нас вот такая вот погода, дождик, гроза, короче надо запускать автобус. Так, запускается он у нас, вот. Собственно автобус запущен. Знаете, что нужно сразу сделать? Нужно сразу включить печку, потому что у нас немножко как типа под запотели в окнах что ли. Так, печка у нас включается. Короче, все натыкаем. Так, это свет, это тоже свет. Вот печка и нужно перейти в салон. Вот так вот у нас салончик выглядит, кстати. Печка у нас здесь открывается, сейчас мы откроем, жар у нас пойдет. Как видите, уже начало прогревать потихонечку. В принципе, все то же самое. Вы можете по аннотации пройти и в описании там посмотреть видосик на лазе из пака лазов. Только что там у меня был немножечко другой салон. Там у меня стояло в общем дополнение, и там менялись, по-моему, сидения, потолок деревянный становился, поручни менялись и тоже что-то по колхозу. Так, в целом, ну я решил полный, вот как вот разработчик сделал его, мододел, да, так его и оставить, и сделать небольшой рельс на нем. Ссылочки, естественно, все будут в описании к видео. Свет как бы здесь, в принципе, такой хороший достаточно, несмотря на всю старость автобуса, свет горит прекрасно. В целом, давайте перейдем снова за руль, потому что нужно еще кое-чего рассмотреть. По колхозу что-нибудь будем вешать? Не будем. Давайте посмотрим. Пока греется все. Ну, это вы все видели, в принципе, кто смотрел прошлое видео. Это тоже, по-моему, печка, да? Так, возвращаемся назад. Гривны здесь, правда, но я на кассе сегодня не буду сидеть. Мне неудобно, во-первых. Во-вторых, здесь гривны, а мы вроде как бы и в России, так что нам не особо нужны гривны. Так, где у меня здесь центр гепаральный театр? Ну, вот у меня здесь центр. Что я хотел? А, по колхозу. Ну, шторки. Давайте без шторок, наверное. Боковые можно оставить. Вымпелы тоже я уберу. Листочек этот, ну, пускай будет. Термометр, пускай будет. Вентилятор я, наверное, уберу. Ну, он вроде как даже, да, рабочий. То есть, можно обдуться. Так у нас включается свет. Вот это у нас двери, по-моему, да. Двери как в реале, кстати. Блин, вообще кайфовые двери. Ну, это очень качественный автобус, как бы. Один из моих любимых. Это тоже у нас печка, наверное, обдув стекол. Кстати, там, по-моему, кнопки были другие в том лазе. Также здесь, вот, подсветка приборной панели у нас. Вот так вот крутишь ее, типа раз, и у нас прибавляется подсветка. По остановкам, что у нас получается? Ну, мало. Ну, в принципе, такой скучноватый будет рейс. 22-минутный. Мы больше трендим, как обычно. Здесь у нас прибор щиточек, так сказать, щиточек. Там преды, короче. Ну, и все вот в этом духе. А там печка, не буду открывать. Это дальний свет. Включается и выключается на гойке. Прикольно. Прикольно, прикольно. Порточка, конечно же, рабочая. Ну, и козырек. В целом, вроде как бы все. Да, вы, в принципе, все знаете. Как бы, кто давно в ОМСе играет, я все здесь знаю. Ну, что ж, давайте отправляться в путь. Первая передача. Ручник. Звуки вообще от АС. Звуки вообще от АС. Ну, тут, наверное, на второй трогаться. Он на первой дергает слишком. Но это, это все реализм. А вот здесь у меня тормоза достаточно так четко работают. Так, все, все двери открыты. Без заплаты мы сегодня. Да, народ. Он что-то сказал или нет? Ладно, пока закроем двери. Ну, вот видите, печку включил и сразу у нас все распотело. Все окна распотели. По градусам у нас сколько сейчас? Пятнадцать. Ну, пусть печка, в принципе, шпарит. Че, народ под дождем стоял. Подсохнут хотя бы немножко. Итак, наше время пришло. Ну, давайте со второй попробуем тронуться. Ну, вот со второй он уже так мягонько трогается. Ух ты, что-то у меня такой руль тугой. Ну, кстати, реализм. Надо всегда с таким тугим рулем кататься. Прям вообще погружение, погружение. Пятиступочка у нас. Че у нас здесь попихло? Попихло. У нас все тот же Зиловский карбюратор. В-образный восьмиклоп. Шесть литров. Расход все тот же бешеный. В районе что-то... Ой, я и даже и не помню. У него, короче, бешеный расход. Блядь, трафик прогружается, ебучий. Да пошел ты в жопу. Я не виноват, что трафик прогружается полжизни здесь, в этой игре. Вот. 150 лошадок в районе того. Максималка. Но я выжимал 116 км в час, несмотря на то, что заявленное у него 80. Но мы примерно 80 и будем двигаться. Быстрее нет смысла ехать, потому что карта не успевает прогрузиться. Начинает трафик с ума сходить. Вылезать передо мной. И все в этом духе появляться. Ну а лазик будет меня сегодня терпеть. Если нравится лазик, лайк ставь, подписывайся. Где ты вообще еще увидишь такие классные атмосферные покатушки? Такие, блин, раритеты. Вот такие, как пазик 670 какой-то второй. Легенда тоже, между прочим. Давай сбавим скорость здесь. Гроза вообще лютая. На четвертую, наверное, поддать. Так, вот двигаемся по чуть-чуть. Потихонечку не убиться. Раскраска у него дефолтная. Я поставил сюда, по-моему, какие-то раскраски. Но что-то они меня не впечатлили. Мне вот эта дефолтная раскраска больше зашла. Авторская. Авторская, вот. Колхоз на него делается. Я в группе, значит, я видел. Делается. Колхоз. Не знаю, бесплатный или платный он будет. Скорее всего, наверное, платный. Сейчас все платное нафиг. Ну, он мне, в принципе, и так неплохо, что я тут. Не постоянно на нем катаюсь. Как бы вот. Иногда можно вспомнить старичка. Так сказать, выгулить немножко. На нем, мне кажется, зимой классно покататься будет. Зад тоже откроем. Мало ли. Что по расписанию? Мы там нормально идем? Мы идем нормально. Следующая остановка горки. Вообще, ребята, почему сегодня Чистогорск? Потому что есть хорошие новости. Я был вообще приятно удивлен, узнав, что карта еще разрабатывается. Я наткнулся на группу ВКонтакте еще в начале этого 20-го года. Наткнулся на группу ВКонтакте. Создателя этой карты, Дарк Вульф, в январе, значит, прошел закрытый бета-тест этой карты версии 0.9. Сейчас у нас 0.8 и мы на ней играем. Вот. И как бы разрабатывается 0.9. Я, естественно, на него не попал, потому что как бы поздно уже узнал про это все дело. Если бы узнал раньше, я бы, конечно, постарался записаться, попасть, если бы меня одобрили, конечно. И покататься, может быть, вам показать. Ну, навряд ли бы, конечно, разрешили в YouTube что-то показывать. Иначе бы уже всплывало что-нибудь в YouTube точно про новую версию. Хотя, может быть, и нет. Ну, в общем, я почитал, значит, глобальные... Ну, как глобальные, не глобальные. В общем, есть небольшие доработки, переделки. Маршруты вот дорабатываются, переделываются. Как бы дело все такое интересное. Надеюсь, что в скорейшем времени релиз карты мы уже увидим. Будем на это надеяться. Хочется что-нибудь новенького покататься. Обкатать новые маршруты. Как бы на Чистогорске я, по-моему... Нет, не все я обкатал. У меня еще маршруты 2-3, наверное, есть. Но там 1.250, и он, по-моему, часовой. Что-то такое можно будет тоже как-нибудь катануть. В принципе, ролики, по-моему, все всегда длинные. Вы все это прекрасно знаете. Ну, в принципе, все смотрят. Так, что-то у нас там движуха, пешеходы. Я даже 80 на нем не даю сейчас. Мне как бы что, трафик не мешает. Так, здесь у нас остановка горки, наверное, да? Здесь какая-то остановка, где пассажиры прячутся. Нет, остановка. Следующая остановка пузанова. Мы сейчас, значит, в горках стоим. Ну-ка. Сейчас узнаем. Нет, пузановка. Я что, значит, остановку проехал, что ли? Ну-ка, пускай подсказка стоит. Что-то все старая с ней радость начал забывать уже. В общем, я ссылочку на группу карты оставлю в описании. Если что, зайдете, посмотрите. Вот пузановка. Вот было бы прикольно, если бы туда был какой-нибудь маршрут. Там бы что-нибудь достроилось. Можно было заехать. Вымышленная карта. Можно вообще разгуляться, как хочешь. В этом и плюс вымышленных карт для картоделов. Что можно, что хочешь придумать, и ты не привязан к реалу. Прямо конкретно, как тот же Чугуев, например. Где все прям реалистично. У нас вот, кстати, градусник есть. Можно смотреть, 15, там, 16. Ну что, попробуем притопить немножко. Следующий у нас получается... Ага, что-то у нас нету. Иваново. Давненько не было вот таких дождливых рейсов. Это утро у нас сейчас, 7 утра. Получается. Давненько я вон сильно играл в такую погоду, в такую рань. Атмосфера прям, атмосфера. Блин, как же он все-таки качественно сделан? Ну, конечно, как-то немножечко черноватые текстурки. Можно, может быть, как-то можно подогнать их немножко получше. Там, не знаю, перезапечь, что ли. В принципе, и так меня устраивает. Ну, руль как-то темноват, кажется, не знаю. В принципе, эта игра здесь, наверное, не добьешься особо. Каких-то там красочных текстур прям таких. Все-таки это пластик, такой советский, старый, древний пластик. Если б был руль типа как под кожу такой, да, то да. Ну, а так. В принципе, и так все хорошо. Блин, этот звук дождя дебильный. Короче, подбешивает он. Ненастоящий он, где-то. Но разгоняется он быстро достаточно для своих лет. Все, конец всех ограничений. Можно сжарить. 150. Но мы 150 не вжарим никогда на нем. Иначе вообще все, разлетимся. Точно. Так-то красиво, блин. Ну, по красоте, конечно, вообще тут не придраться. Ну, конечно, хочется что-нибудь вот. Каких-нибудь маломальских объездов где-то вот что-то такое. У нас вот был что-то. Ремонт дороги мы приезжали. Ну, это прикольно, прикольно. Я считаю, не постоянно топишь ты. Блин, трафик появляется. Бах, нах. ДТП. Трафик вообще дичает. А вот звук пропал. Вот скорости набрали, звук пропал. Блин, ну у нас не лайнер. Хотя, в принципе, ну почти. Вот этот звук шипящий такой, глядь, дебильный, он вообще мне не нравится. Он еще глючит весь, короче. А вот так, такой чистенький, приятный звучок. Все по-лазовски прям. Ну, трафик вот здесь и тупой. Ну, смотри, правая полоса едет медленнее, чем левая. Вон там что-то летит приора, да? Быстрее летит. Я считаю, где-то соточку он идет. Спасибо. Нам уступили. Я проехал, наверное, остановку опять, нет? Нет, не должен. Это должна быть Иванова. Это, наверное, вот так, что в кустах остановка. Вот я ее, скорее всего, и проехал. Ладно, в общем-то говоря. Проехал и проехал. Первый раз, что ли? Он туда, выглядел. Ну, там, конечно, ничего, наверное, интересного. Какой-нибудь выход на какую-нибудь свалку или, блин, на берег реки. Вряд ли что-то там есть интересное для нас. Хочется каких-нибудь на трассе объектов, что-нибудь. Ну, чтоб там фура, например, стояла хотя бы. Не знаю, как в Евротраке вот эти, помните, грибники там были. Стояли барыжие, ягоды. Вот что-нибудь такое. Че там у нас не прогружается опять? Блин, поставил уже на... Как там эти? На два объекта прогружаться, ну... Нифига. Нет, вот она остановка в кустах. Блин, и к ним надо туда заезжать, короче, да? Вот как-то так, прям в кусты надо заехать. Здесь вообще должно быть один-два человека на этой остановке. Хотя утро, в принципе, нет. В принципе, тогда логично. Я отсюда попробую выехать. Ого, у меня аж кушки зазвенели на столе. Так, чистим окошко. У меня, может, даже часики есть. Ну, правда, в них херчо видно, в эти часики. А, ну вот и фура, в принципе, стоит. Че, все соблюдено. Все, обновления не надо. Меня все устраивает. Да не, конечно, шучу. Так, следующая остановка у нас что? А, следующая уже конечка. Ни хрена я сквозь машину проехал. Заправка, кстати. Хреново это что-то типа поселок, да, какой-то, я так понимаю. А нет, это даже получается город. Даже знак стоит. Опять этот звук дебильный. Вот так. Ага, там машина. Мы его сделаем сейчас. Че, приора, думаешь, старика нагнешь? Кера тебе. А, ну все, мы приехали. Давай, приора, валий. Вот я торможу, блин. И он тормозит. Так, а здесь у нас... А, зря перестраивался. Ну ладно. Заезжайте нам где? Дальше, да? Да, 200-250. Нам дальше. А, я думаю, что меня не трогается, блин. Я с четвертой трогаю вместо второй. Ну, нормально. У нас старичок сильный. Вы там, давайте это как-нибудь потише, хорошо. Так, и нам высадиться нужно вот здесь, наверное, где-то под знаком. Там надо прямо еще под него заехать. Так, ручник. Ну и, собственно говоря, наш рейс подошел к концу. Вот такой он получился коротенький. Ждем релиза карты. Ждем каких-нибудь там обновлений, плюшечек, фишечек. Да, может быть там, если будет бета-тест, я залечу, если получится. Собственно говоря, всем большое спасибо за просмотр. Если вам по кайфу симуляторы, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте с анонсами видео и стримов. Всем приятных рейсов. Огромнейших удачей. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok